Дамы и господа, приветствую, меня зовут Денис Зайченко, и внешние SSD вполне себе вытесняют. Дорогие и неудобные флешки USB, и не просто так. У меня недавно было в флешках материал, и выглядят они, прямо скажем, не шибко выгоднее. Да, быстрый USB флеш-накопитель будет компактнее, и кабеля не требует. Ну а вот вам, допустим, APSER AS722 на 512 гигабайт. Со скоростями под гигабайт в секунду, со стильным дизайном а-ля Filmtron. В общем, накопитель не намного больше, но быстрее, универсальнее и дешевле, кстати, тоже. 2500 гривен или где-то 100 баксов, чуть меньше, за полтерабайта. И если что, обычный M.2-накопитель от APSER, даже там какой-нибудь AS2280, P4, в ту же емкость будет на 1000 гривен дешевле. Это так просто, чтобы вы понимали масштаб цен и наценку за компактность. Впрочем, AS722 вещь комплементарная, неясно полагающая. На нее не поставить систему, и при помощи нее, соответственно, вы не оживите старый ноутбук или компьютер. Как, например, при помощи APSER AS350X, видео с которым уже было, ссылочка здесь. Не, AS722 вещь такая. Вы берете комплектный кабель USB-C, вставляете его в единственный на накопителе разъем, загорается индикатор работы, выкачаете сюда файлы или устанавливаете какие-нибудь игры и запускаете игры с этого накопителя, будь он хоть под ноутбук, хоть под компьютер персональный. И да, на этом накопителе можно хранить файлы, там, сериальчики, фильмы всякие, но для этого вам будет полезнее обычный внешний жесткий диск. Он дешевле, он более емкий, и у APSER их тоже в достатке. А внешние CCD, это, простите, под игры и программы. Скорость вы сейчас видите на экранах. Последовательная, до гига в секунду, но на рандоме идет по 250 мегабайт спокойно. И, если кто не знал, именно на эту скорость игры позитивно и реагируют. То есть, запуск какого-нибудь Fallout 4 в центре Бостона может занять минуту на жестком или секунд 15 на твердотельном. И, пользуясь случаем, скажу, что поддержка USB у диска версии 3.2 Gen 2, если говорить языком идиотов, и, если по-понятному и правильному, 10 гигабит. И если вы удивляетесь, почему я такой злой, ссылочка здесь. Ознакомьтесь. Там все плохо. Но не суть. 10 гигабит – это теоретический потолок в 1200 мегабайт. Дисковые 800 его даже не царапают, а последовательные, там, 250 и подавно. Оно не надо даже и близко. Но просто, чтобы вы знали. К сожалению, как я понимаю, диск неразборной, и проверить тип накопителя или выносливость памяти возможности нет. К счастью, проблема с перезаписью для таких дисков не стоит никогда. Вы ставите сюда игры, соединяете, когда нужно, с ноутбуком и шпилите. И хранятся игры у вас намного дольше, да и рассеивание тепла у KPS RA 722 проблемой не является. Диск в корпусе из металла. Немного греется при работе, но абсолютно не критично. А, и последнее, что хочу похвалить. В комплекте идет аж два кабеля. Один Type-A, второй Type-C. Подводя итоги, KPS RA 722 проиграться сложновато. Это простой, хороший, не такой уж дорогой, как для внешнего, твердотельный накопитель. Он компактный, симпатичный, производительный и не броский. Просто хороший диск и все. Могу рекомендовать. И на этом у меня, пожалуй, все. В комментариях напишите, нужны ли такие диски вам. Или вам места под игры вполне хватает и скорость загрузки вас не тревожит абсолютно. Как обычно, если хотите поддержать ведущего, то ссылочка на Patreon будет в описании под видео. Доллара в месяц, это 25 гривен, будет с головой достаточно, чтобы меня порадовать. Но если что, я буду безумно рад и лайку, подписку, да и колокольчику тоже. А YouTube-то как будет этому рад. И нам будет больше поводов делать новые видео. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Спасибо за просмотр и всем пока.